класс ну что всем снова привет я думаю камеру надо немного повернуть на меня посмотреть как теперь я выгляжу отлично привет я дима и это мой второй видео дневник второй выпуск в общем как я обещал я буду периодически снимать вот такие видео дневники делиться с вами тем чем сейчас занимаюсь и такое ощущение что нужно подвинуть нет микрофон немного поближе хотя вроде он ловит нормально каждый раз когда двигаешь микрофон нужно смотреть как он выглядит в кадре чтобы он не выглядел отстойно сейчас посмотрим в общем новости какие барзакинг частично переезжает в москву вот работать над материалом станет сложнее и в тот же момент интереснее потому что мы избрали для себя какой путь мы не будем заканчивать проектом будем сейчас работать над большим количеством материала а для этого нужно каждый день писать демо каждый день скидывать их друг друга отслушивать материал пробовать сделать что-то свое то есть это такая работа на расстоянии когда сначала что-то делает один человек отправляет другому человеку и вот между собой будем короче пересылать материалы но не пересылать и мы это все зальем на обменник и будем там все смотреть кстати мы пользуемся дропбоксом кому интересно если вам нужно работать с кем-то на расстоянии очень удобно работать в дропбоксе потому что он как как настоящая папка у тебя на компьютере и соответственно меняя ну что-то делая с файлом например мы работаем в лоджике если один из нас что-то меняет в проекте другой это сразу же видит после сохранения то есть ты работаешь в проекте сохраняешь его и человек на другом конце страны например может спокойно открыть этот проект через какой-то небольшой промежуток времени как он выгрузится собственно говоря в облако и начать с ним работать вот очень удобная схема так что дальше дальше я активно ищу сессионную работу в качестве бас-гитариста потому что мне хочется во первых поучаствовать на записи то есть мне очень хочется пописать разные группы разным исполнителям разным сольным музыкантом может быть группам бас-лайны для того чтобы ну как-то мозг не закостеневал вот в рамках одного жанну там одного двух жанров чтобы можно было как-то разнообразить свою игру свою технику вот может быть придется выучить какие-то новые техники может быть придется ну поработать какими-то новыми педалями обработкой то есть это каждый раз поиск это каждый раз что-то новое конечно есть такие проекты когда тебе дают присылают какие-то какую-то музыку это такое кей тут все понятно я вот могу сделать так потому что в этой концепции она так работает я уже работал так я уже делал так все просто вот иногда нет вот поэтому мне сейчас очень интересно поработать с разными музыкантами с разными исполнителями с разными группами с разными авторами если у вас или у ваших друзей есть желание то присылайте мне свои проекты и поработаем вот не только в качестве басиста рассматриваю вариант работы но и в качестве композитора аранжировщика у меня сейчас лежит пара проектов на которые нужно собирать аранжировки один довольно простой потому что там такая британщина легкая вот а второй сложный потому что нужно собирать собирать демо собирать композицию с диктофона то есть там несколько музыкантов наиграли материал и оказалось что это сделать довольно сложно потому что ну частично ты придумываешь сам как сделать так чтобы части друг другом совпадали как-то это все соотносилось, потому что, ну, понятно, что части джема – это часто очень сумбурные какие-то вещи. Вот. Номер три того, что хочется рассказать – это я хочу возобновить педагогическую практику и снова начать преподавать. В первую очередь, конечно, ради заработка, потому что для музыканта на… В принципе, когда мы говорим о заработке музыканта, с одной стороны, вариантов заработка очень много, с другой стороны, не хочется распыляться на все. Вот сейчас я интересуюсь возможностью помимо сессионной работы делать музыку куда-то, например, в рекламу или в подкасты, не знаю, во влоге. То есть писать музыку, но для этого просто нужно распространить свой материал, то есть написать много каких-то заготовочек, много каких-то маленьких рисунков, много каких-то тем и все это распространять. Ну, конечно же, в первую очередь я буду заходить на всякие партнерские платформы, которые работают с блогерами, которые работают с влогерами. То есть это платформы, которые, собственно говоря, поставляют контент на YouTube, работают с ютуберами, ну и на другие платформы, не только YouTube. Короче, хочется пописать музыку в разных стилях, в разных жанрах. На разные, ну, например, к видео, к заставкам, аудиобрейдингом, может быть, позаниматься. Но в то же время я рассматриваю вариант заработка педагогической практикой. Потому что, как сказал недавно Кирилл, и он очень правильно сказал, эта практика иногда освежает твой ум. То есть ты какие-то вещи, может, вспоминаешь для себя, какие-то обновляешь в своей памяти. И я понял, что, а почему бы не заняться этим снова? Это вполне реально, это реальные деньги здесь и сейчас. И в то же время это какая-то иногда подготовка к урокам, какой-то коннект с людьми разными, как бы заставляет твои извилины шевелиться. Потому что ты начинаешь думать, ну, предположим, человек может прийти, как у меня, например, по практике было, с какой-то песней, в которой вообще нет баса, например, или в которой нет гитары. И сказать, типа, вот я хочу вот это сыграть. Или наоборот, человек может прийти к тебе с какой-то одной идеей в голове у себя, а уйти совершенно другой, потому что ты его направишь. И в то же время, наоборот, может человек прийти и направить тебя, потому что встречаются люди, которые мыслят действительно неординарно. И это интересно периодически пересекаться с такими людьми. Вот. Ну и, соответственно, может быть, с какими-то классными музыкантами познакомлюсь снова, потому что я преподаю не только начинающим, но и продвинутым музыкантам, которые, в принципе, так же, как и я работают где-то музыкантам, пишут куда-то партии, что-то еще. Просто иногда освежиться, ну, что-то для себя новое, как сказать, получить новые знания из первых рук, не знаю, как это сказать. Короче, очень полезно. Вот. Наверное, все, чтобы не затягивать вот такой видеодневник. То есть у меня сейчас таких два крупных, два серьезных нюанса в жизни. Это первый поиск кучи работы, потому что, в принципе, хочется побольше всего делать. Время освободилось. В то же время нужно успевать со своим проектом, потому что работать на расстоянии я еще никогда... Ну, как я работал, конечно, на расстоянии, мы делали мышап, как-то мы... Я писал мышап, я участвовал в проектах на расстоянии, но тут конкретно мой проект, и он будет работать сейчас на два города. Будет интересно, как пойдет работа. Вообще, ребята уже должны были подойти, но что-то их нет. Ладно, я буду закругляться. На фоне играет Андерсон Пак. Я в последнее время заслушиваю прям его. А, нет, подождите, подождите, подождите. Не Андерсон Пак. Я же включил какой-то джем. Да, извиняюсь. На фоне играет... Кори Хенри и Фанк Апостолс. Очень прикольный лайв. Выложу сейчас себе его на стену. Очень прикольный джем. Это, ну, чисто такая лайв-сессия. Люди собираются, джемят. Очень прикольно звучит. Вот, послушайте. Очень хочется, конечно, поучаствовать в каких-то таких джемах. Поэтому, если вдруг вы собираетесь где-то выступать, и вам нужен бас-гитарист, например, или гитарист, то можете меня позвать. Потому что я очень люблю разучивать что-то интересное. Не чужую музыку, а авторскую. Вот, выступать. Что-то можно делать на ходу. Это очень прикольно. Я, в принципе, могу вписаться в проект так, что... Если вам нужен бас-гитарист куда-то, например, вообще в проекте, в котором нет баса, например, электронный проект, вы мне скидываете трек. Я просто прописываю туда бас-лайны и прихожу на концерт уже готовый. То есть, ну, это довольно частая практика и довольно просто сделать, когда у тебя есть опыт. Вот, ладно. Я закругляюсь. Всем пока. Надеюсь, что этот дневник будет полезен и для меня, и для вас. Может, на какие-то мысли вас натолкнет. Пишите мне что-нибудь в комментарии. Пишите мне что-нибудь в канire. Главаión. Я закругляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok